В этом видео мы с Вадимом, он потом присоединится, покажем вам интересные покупки, которые мы сегодня совершили. Первая покупка будет из детского магазина. Это Play Today. И могу вам сказать, что я в нем разочаровалась. В нашем районе закрыли детский мир, и его переименовали Play Today. И в основном там все вещи из этой же фирмы. Я сегодня зашла, просто давно там не была, и посмотрела, что народ особенно туда не идет. Вещи такие потертые практически, напоминают мне Set on Hand. Итак, что же я там приобрела? Первое, что я хочу вам показать, это такая туба. Это влажные салфетки, и они шли две по одной цене. Вот, так что вот такую штучку я взяла. И еще я обалдела, сколько стоят сейчас памперсы. 1500 рублей. Это же... Взяла новую папку для Андрюхи. Для тетради она предназначена, она на молнии. Печенюшки взяла детский Хайнц в школу Андрюхи. И общие тетради. И одна тетрадка у нас пойдет для музыки, а другая для английского языка. Или для ИКТ, то есть для информатики. Они все в клеточку. 48 листов. И взяла вот такие маленькие блокнотики. Они на пружинках, со смешными рожицами дракошков. И вот просто для записи. А может Андрюха будет записывать что-нибудь в школе, допустим, если забудет дневник, записать что-нибудь интересненькое. И взяла еще ему в школу водичку. Вода детская с пеленок. Итак, мы имеем два пакета из пятерочки. Мы решили в этот раз навестить пятерочку. Перекресток к нам уже на тарел, и мы надеялись что-нибудь купить подешевле. Но все равно все стоит не очень дешево. Итак, что мы купили? Первое. Это самое крупное. Это квас очаковский. Это для Андрюхи. Андрюхи у нас обожает квас. Он стоит 63,95. 64 рубля. Большая бутылка очаковского кваса. Ну, мне чуть-чуть больше нравится квас першиного. Вообще, я квас редко люблю. Я предпочитаю воду с лимоном, но ее там не было. Поэтому мы взяли так чуть-чуть побаловаться. Coca-Cola Zero. Кстати, в Ялте Coca-Cola Zero нет. Есть только Coca-Cola Light. До сих пор она там осталась. Так что запасайтесь, берите с собой. Как Cola Zero, она чем обладает? Более якобы натуральным вкусом. Насколько она вредна или полезна, это находится заранее нашего обзора. Сколько она стоит? Что-то около 60 рублей. Если я сейчас найду, то я вам скажу. Нашел 54... 55 рублей. Так, Cola Zero, 55 рублей за 1 литр. Кстати говоря, если попадется пол-литра, она стоит чуть-чуть дороже. Там имеет смысл брать сразу больший объем. Если вы любите колу, это фасоль Бандюэль. И где-то там фасоль, как и говоря, я помню, фасоль. Фасоль Хайнс. Мы предпочитаем фасоль в томатном соусе, обычную, не острую. Какая из них вкуснее, сложно сказать, да, дело вкуса. Я, кстати, забыл, вот я вот потом попробую, я решу, какая из них вкуснее. Я помню, что одна мне нравится больше, а другая меньше. Тебе больше нравится Бандюэль. Хайнс немножко тебе не понравился. Ну, не знаю, да, но обе они нормальные. Давай скажи по поводу того, главное, какие сосиски и яйца. Ну, это мы, да, я не яйца, яйца стандартные. Нет, брат, они отличаются цветом. Есть коричневые, есть белые, и вкусы разные. Ладно. В общем, это нам завтрак на выходные. Мы обычно завтракаем, ну, чаще всего завтракаем это фасолью, сосисками. По-испански мы завтракаем. Да, да, да. Это один из вариантов. Вероника, у нас есть хлопья. Так, это ностальгия по Португалии сардины. Кстати, кто-то мне сказал, что якобы Португалия импортирует треску из России. Я не знаю, правда это или нет. Ну, в общем-то, мы пару раз ели покаляву в Португалии. Может быть, мы ели российскую, представляешь, продают в Португалии российскую треску, которая импортирована из России. Кто тебе скажет в отеле, что она из России? Помните, как этот самый, я помню, у Галича где-то, когда он пришел в магазин где-то за рубежом и деньги все экономил, и говорит, прихожу к продавщице, так захотелось уже кушать, ему жена в советские времена дала полный чемодан, всякой еды, ничего мясного не положила. Ему так захотелось, он пришел в магазин на эту валюту, которую в советские времена давали так мало, и он приходит, а там этот в магазине ничего понять не может, он подходит, берет какую-то банку и подходит, и дает продавщице, говорит, битый-дритый, не с мясом ли банка? Она в ответ, говорит, кивает, засранка. А он принес ее потом в гостиницу, открывает ее, а там... Тушенка. Ну, там килька, короче. Ну, это что-то типа кильки, что-то типа кильки, маринаде, и главное, мада, говорит, и не какой-нибудь их не мады, мады не нас, не ИСА в Ленинграде, и цена руб 4 копейки. Вот эти слова я помню. Поэтому, вот еще одно ностальгия. Бычки? Почему я взял бычки? Только по одной причине, что вот в Ялте, у меня мама говорит, воу, у нас вот бычки действительно сделано в республике Крым. Так что, ну, это мелким с шрифом написано, но вот эти вот бычки, они тоже стоят около там 35 рублей, 37 рублей, по-моему. Да, то есть и сардина, и бычки российского производства. Это так, как говорится, поностальгировать по молодости. Закуска, закуска, закуска. Когда-то у нас было дефицит, там все, но там еще были кильки, но на кильку в томате я уже не стал разоряться, хватит там всего этого. Но даже тогда, во времена нашего действия, килька в томате в Ялте там иногда завозили, и говорили, оу, магазин, килька в томате. Ты когда заходил в магазин, обычно что стояли? Консервы. Ну, в Ялте даже, по-моему, вот килька в томате, то вот появлялась иногда. Так, не отличайся, Ялта в Москве тоже был дефицит, консервы не стояли. Ладно, ладно, да, так, 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 так. Это Андрюхина питье Банаква. Банаква с малиной. Но я предпочитаю, что мы предпочитаем? Мы предпочитаем с лимоном, но не Банакву, а какую-то другую. Архиз. Архиз с лимоном, да, я предпочитаю архиз с лимоном, его не было. Так, и мини-солями. Она вот то дорожает, то дешевеет. Это вот клинского мясокомбината. Сколько здесь грамм? А, 300 грамм. И вот она, по-моему, достаточно дорогая стала уже. 300, 350 рублей вот такой вот кусок стоит. Это получается больше 1000 рублей за килограмм. Ну, вот такая салями, она мне нравится. В принципе... Она очень вкусная. Ну, да, да, да. Ну, вот мне нравится колбаса клинского этого самого. Ну, вот 350 рублей за 300 грамм. Вот такая вот у нее цена. И это даже в пятерочке. Прикрестки еще дороже. А, тоже. То есть мы с Вероникой любим, нам полюбились... Лимон-лайн. Да, вафли с лимоном. Няшкина. Неважно, какого производства, да, я не знаю, но просто мы любим вафли с лимоном. Вот в этот раз на фарисе фирмы Яшкина. В Ялте мы тоже, кстати, брали разные вафли с лимоном. И некоторые нам понравились, некоторые не очень. Но в Ялте мы не снимали абсурд на вафли. Ну, вафли любые. Так, из вредного печенья тук-тук. Кстати, в Ялте печенье тук-тук тоже есть. И стоит оно где-то рублей на 10 дороже. То есть в пятерочке оно стоит где-то 45 рублей. В Перекрестке оно уже где-то стоит там ближе к 60 рублей. И в Ялте оно стоит там уже где-то от 60 до 70 рублей. Но тоже оно есть. А сэндвичи там есть? А сэндвичи я не обращал внимания, но мне сэндвичи не нравятся. Если вы, ну, кому-то нравится, а мне не нравится. Мы взяли две пачки такого печенья. Нет, они разные, Вода. Разные? Разные. Нет, печенья одинаковые. Я взял два одинаковых. А, потому что я взяла одну такую, одну другую. Ну, бывает с луком, бывает со сметаной, бывает с сыром. Ну, мне больше нравится с луком. Андрюхе тоже нравится больше с луком. По-моему, Веронике тоже, поэтому мы взяли с луком. А Ленке больше всего нравится. Батончики. Батончики. Но я вот такой вот не ем. Я люблю батончики. А Ленка любит, Вероника тоже иногда пользуется. А батончики у нас, а почему у нас батончики? Конфеты, батончик, Ротфронт, 84 рубля 250 грамм, 84 рубля, батончики, Ротфронт Еще одна ностальгия по детству Это молоко Это молоко, брест литовское, оно хорошо взбивается Очень хорошо подходит для капучино С хорошим содержанием белка Белка, да, то есть одно из моих любимых вариантов Для приготовления капучино Так, а теперь доставай селедку Как раз будет самое оно, молоко и селедка А, селедку, селедку я что-то потяну Вот же этот самый, видишь, о, распродаже Селедка, ну да, вот хочется, ну пусть лежит Она была на распродаже и она стоила чуть дешевле, чем обычно Как вы знаете, обычно там бывает цена перечеркнутая и другая Красная Да, 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 сколько она стоит? Что-то около 100 рублей, по-моему 99 рублей Вот цена как раз таки, как это говорится, любит, чтобы заканчивалось на девятку Вот заканчивается 99 рублей, там цена где-то там 139, по-моему, было перечеркнутая Было написано 99, ну это вот побаловаться Мы взяли с укропом, хотя она бывает там с другими, с маслом и с дымком, как говорится Ну и с укропом Там укроп немножко есть Присутствует Да, присутствует в небольшом количестве Это появился сыр Мазда, может быть настоящий, может быть он санкционный, я не знаю Может быть нам втихаряк продали Санкционный сыр Он выглядит совершенно так же, как выглядел сын Мазда, президент Еще тот период, когда не было никаких санкций И знаете, вот по ощущениям он твердый Мне вот интересно, где же он сделан Смотрим, смотрим Импортер Россия А где произведено? Ниже спускайся Слушайте Франция Я вам этого не говорил Мы купили Мы купили санкционный сыр в обычной пятерочке Ладно А торговый дом перекресток написано? Ну, написано торговый дом перекресток Но это санкционный сыр настоящий Так что никому не говорите Причем он обошелся нам тоже якобы на распродаже Может это остатки старого Ну да, по 600 рублей за килограмм Здесь 400 грамм Вот это вот 400 грамм Цена 600 рублей за килограмм И в принципе соответствует той цене За которую у нас продается сыр непонятного производства Я тоже не знаю, где он делается Там где-то Давай устроим Ну, в Российской Федерации Ну, он мягкий совершенно Давай устроим конкурс Сыр-то единственный Кому достанется? Ой, достанется мне Все Не обсуждается Греческий йогурт Это Аленка потянула Греческий йогурт Эрман Я не знаю, сколько он стоит А, вот он 40 рублей Я взяла 2 клубники И 2 штуки обычного А вот, мне нравится Обычный, без загустителей Без консервантов Рекомендую пользоваться йогуртом без консервантов Греческий Греческий Кстати, мне в последнее время нравится йогурт Данот белый То есть, вот он неплохой И он где-то стоит По-моему, 40 рублей за этот самый Ну, там банки чуть-чуть побольше Ладно, то есть Этот я не пробовал Попробую Потом видно будет Это колготки Так, Аленка взяла колготки Насчет колготок не могу ничего сказать Ножки нормальные Ленка насчет колготок Сама скажет Я в них не разбираюсь Я их не ношу почему-то Обычные колготки Для того, чтобы в банк ходить В банк ходить? В банк ходить В банк не пускают без колготок? Нет, не пускают А, я понял Колготки на голову И этот самый Кассирует сразу Как будто загадливый, да? Давай, давай, банк Хорошо, понятно Ну да, а ты что думал Значит, это Ленка Для похода в банк А, еще одна пачка Это Аленка потянула Это стоило мне отвернуться В итоге у нас три пачки теперь Ну, ладно Это Аленка Это кофе Якобс Это кофе Якобс Монарх Ей нравится такой вот Она чуть было не потянула Нет, мне не кофе понравилось А что? Мне понравился мужчина Который кофе раздает В рекламе А, понятно А чуть было не потянула Без кофеина Но по мне так Без кофеина Это вообще не кофе Нет, без кофе Аленка почему-то Не боится В кофеварке побаливается Да Почему-то пьет Растворимый кофе Когда меня нет Я уж не знаю почему Но с ней надо бороться Я вот на растворимый кофе Могу только смотреть Вот это самое Созерцательным Созерцательным Вот посмотрел и положил на место Посмотрел и поставил на место Да, вот поставил на место Да Это наши любимые котлеты Петелинка с перцем Да Угу С любовью Угу Слушай, а вы взяли С любовью Шарики Шарики полуфабриката Вообще мы любим С перцем Но не было с перцем Не было Ленка взяла шарики А почем у нас Шарики по кофе Я не сказал Кофе стоит 244 рубля Кофе стоит А петелинка Вот в этом вот исполнении Там стоит на ценнике Цена за килограмм Потом они пробивают уже Другой ценой Да, да, да Вот, кстати, нашел Вафли лимонные 53 рубля Там же с любовью написано Вадь А, вот 119 рублей Да 119 рублей Вот это вот Вот это 500 грамм здесь 119 рублей Значит, получается 240 рублей за килограмм Ты не забудь Еще любовь прилагается Да, любовь бесплатна Это я взяла Новые зубы Что это? Почему черные? Ну, вот новинка Содержит древесный А зачем? Шелковые нити Содержит в ад еще Содержит древесный Шелковые угли С шелковой нити Содержит древесный уколь Ага Это что? Это новая рекламная акция Раньше чистили зубы Углем А теперь у вас Есть такая Замечательная возможность Да Видишь, для глубокой Бережной чистки Видишь В 17 раз больше Щетинки тоньше Мягкая По мне щетка должна быть Наоборот Или средняя жесткость Или жесткая Потому что Мягкая щетка По-моему Вообще ничего не очищает Батюш, но с другой стороны Если у тебя Акратовая часть Должна То что? С углям и что? Да нет Господи, если жесткая будет А она тебе только повредит Она не повредит Не повредит Массаж нужен все-таки Мягкая щетка Мне кажется Бесполезна Вот Это мое Мое мнение Не основанное Нужно тебе особо Нужно крепкие Такие На моих зубах Поэтому не будем Вставаться Это жевательные коровы Это жевательные резинки Я жевательную резинку Что-то в последнее время Не жую До того Когда я ее жевал Мне нравился Это Дирол Фрэш Орбит Да Орбит Вот резинки жевательные Держатся по мне На две категории Одни Диролоподобные Другие Орбитоподобные В них какие-то разные Вот вещества Они принципиально разные Да Вот я вот Дирол серию Почему-то не уважаю Аленка ест Это Дирол Да Я когда-то ел орбит Но что-то в последнее время Забросил Отказался от вредной привычки Жевать жвачки Или наоборот полезно Вот это полезно Жевать жвачку Это для мускулатуры Это мы взяли На распродаже По 44 рубля за банку Оливки Да Это маслины Санчоусом Черные это идут у нас Маслины С косточками Да И оливки Санчоусом Да Одни с косточкой Другие санчоусом Кто любит косточки Берет черные с косточкой Кто любит санчоусом Берет зеленые санчоусом Только не глотать А то вырастет дерево Кстати говорят Кстати говорят Что оливковые косточки Они растворяются в желудке Где-то я читал Ты проверял это что ли? Нет Не проверял Да ладно Не в туалете все его дела Не проверял Не занимался Следующим на этот вопрос И у нас еще Кетчуп Хайнс Это нам так вот Закуску Не помню сколько он стоит Но это не суть важная Интересно А в Италии продается Русский кетчуп Русский кетчуп Смотри у нас итальянский кетчуп А в Италии продается Русский кетчуп Я не знаю Я единственное что могу сказать Что этот итальянский кетчуп Сделан явно не в Италии Мне просто не интересно Почему называют Именно его итальянским Да согласно по рецепту Ленинградская область Замечательно Да написали Ленинградская область Кетчуп не санкционный Нифига не итальянский Это все наши покупки на сегодня Так что Расскажи про бассейн Сколько нужно платить бассейн ходить А про бассейн это будет отдельно Я тут сходил на бассейн Ради интереса 300 рублей стоит посещение бассейна И плюс еще конечно Там надо иметь справку У нас насчет справки Один разговор Вот Но 300 рублей Единственный недостаток Что надо ходить предварительно И оплачивать это в Сбербанке Кассы там нету Ну это отдельный тема И абонемента теперь нету Нужно каждый раз приходить И показывать платежные поручения Что ты оплатил в банке Квитанцию Квитанцию И таскать с собой медицинскую справку Каждый раз Это всегда так было Ладно Это не было Каждый раз Нам давали абонемент И все И точка А сейчас ты таскаешь И потеряешь Неудобно Ага Ну ладно Ладно Я давно Очень давно И кстати Очень плохо обрабатывают воду Очень много хлорки У тебя глаза красные Потому что я забыл очки А разницы не менять Ладно Это уже дальше Это нужно было вазерно обрабатывать К делу не относится Ну хорошо Дело не относится Все Закончили Вот спорщик В общем я буду спорить на доллары Или евро Ага Все Спасибо всем за внимание Спасибо вам за то Что вы нас послушали Посмеялись И также Если у вас что-то будет Комментируйте Пока До встречи